А вот и долгожданный день. Внимание! Каждый из вас может заработать 50 тысяч гривен в месяц в абзаце долгожданная премьера уникального цикла расследований зарабетчаны. Наши журналисты на неделю сменили свои профессии и отправились на заработки в Испанию, Италию, Беларусь, Польшу и даже в Соединенные Штаты Америки. И заметьте, все способы заработать деньги за границей мы снимали в режиме реалити. Сейчас Оля Манько и Максим Узал покажут, как не напрягаясь и не зная языка получить 30 штук гривен на испанских апельсинах. Вода, пиво! Чуете, как хрустит? Это не песок под ногами. Это хрускит евро. Я много? Крутяк! Это особый золотый пляж. Що хвилину мою кишень капает 4 гривни. Що години 250. А за день я зароблю 2000 гривен. Месячно украинскую зарплату. Вы уже пораховали, сколько я могу заработать за месяц? Просто работа в рюк. И как вы понимали, я не в Одессе. Мы в Испании! Сангрия, один евро. Нельзя сказать, что работа не пыльная, но не сложно. Итак, мы сменили профессию журналистов и на неделю стали... Опа! Заробитчанами. За неделю мы испробуем на себе 6 профессий. Мы на себе покажемо, как, где, коли шукать работу в Испании. Сейчас будем шукать то, что я смогу дикать. Заработать гроши! Чтобы получить зарплату в Валенсии в 5 раз больше, чем зарплата самого президента Украины. Мы с Олей неспроста выбрали Испанию. Сюда ежегодно на заработки, как по святую воду, ездят 20-30 тысяч украинцев. Работают в основном на плантациях. Ведь в южной, теплой Испании круглый год найдется работенка на поле. Коля из Львовской области. Приехал в Валенсию год назад. На самую популярную здесь работу среди украинцев. Собирать апельсины. Свои 23 хорошо знают, как на них в месяц заработать 20 минимальных украинских зарплат. То есть 27-30 тысяч гривен в месяц. Легко. Правда, есть нюансы. Испанская жара летом невыносимая. Плюс 40, плюс 50. Но зато полгода Коля работает, а другие полгода, пока зреет цитрусы, отдыхает и живет в свое удовольствие. Мы же с Олей не прохлаждаться приехали, а косить бабло. Я обо всем позаботился заранее. Нашел работу и договорился еще в Украине. Так что меня... Олеше, к этому работа спонтанно. Был жоден, спасибо, недомовлен. Вот тебе помощь. Я приехала сбирать апельсины, а мне еще за нами. Не встигла приехать, а уже попадала во. В интернете писали, что их сбирают в червнях. Я знайшла в интернете оголошение про набир на работу. Знайшла вакансию про сбир апельсин. Их, до речи, тут десятки. Ну, беру. В Испании можно заработать на тысячу полтора тысяч евро. Аж слина тече. Я уже уявила, я апельсины, романтика, гаряча Испанія. Півтори штуки евро в месяц в кінці кінців. Эх. Все, если собрать совокупность всех этих документов, включаю там админрозходы, за которые вот вы здесь платите, там еще 200 евро платим. Это будет 1300 евро. Вам делают внутреннюю карту, которая позволяет вам находиться в Испании, спокойно работать. Все оголошения про работу в Испании, которые я нашла, это посередники, которые хотят от 500 до 1300 евро за свои послуги. До речи, будьте обережні с посередниками. Серед них натолпы шахраев. Мой знакомый заплатил 80 евро за доступ к базе. Когда деньги заплатили, работодатель уже нашел работника. Про разведу в Польше уже сгодом расскажет Маша Себова. У меня нет 1300 евро. Нет. Та о счастье, я знайшла в интернеті людину, яка згодна допомогти мне лишь за 50 евро. Я даю точный адрес апельсиновой плантации. Про работу ты договоришься сама на месте. Услуга 50 евро. Адресу мне скинули. И тут, уявите, навіть апельсиновое поле есть. Безлюдное. Аууууу. Апельсины сейчас больше на зеленю горюхи схожи. Про це мені написати забули. Виявляється, меня наивно просто развели на 50 евро. А я так умерела апельсины собирать. Че робити? А нечего, Оля, всяким мошенникам верить. Я работу нашел в том же интернеті, но не платил ни копейки. Как? Спросите вы. Поделюсь секретом чуть позже. Мне пообещали деньжат аж 30 тысяч гривен в месяц. На этой работе не надо высшего образования и особых навыков. Надо будет всего лишь вспомнить уроки труда. У меня первый рабочий день. Иду работать на очень крутую мебельную испанскую фабрику. На входе встречаюсь с директором Карлосом Санчесом. Я по поводу работы. Пойдем. Дело в том, что Валенсия – это мебельный рай. Мебельных заводов в этом регионе, как в Киеве, ларьков с шаурмой. Если у вас руки из того места, можно попробовать устроиться вытесывать какие-нибудь тумбочки. Дорого стоят такие? 600-800 евро. Одна тумбочка. Ну, цены испанские, собственно. Что хотели? Испания. На этом заводе делают мебель под заказ. Клиенты – сливки мира. Принц из Эмиратов, между прочим, купил себе здесь целый кабинет. Я тоже не против выстругать трон какому-нибудь шейфу. Кем вы можете меня взять? Смотри, это только один из наших цехов. Тут мебель готовят к сбору. И не очень много людей. Давай лучше посмотрим, на что ты годишься. Карлос ведет меня в запыленную мастерскую. Тут работают краснодеревщики. Вырезают узоры на дереве. Дед Сакраменто – просто бог резьбы. Вы только посмотрите, что он выделывает из дерева. Ну, а что ты хотел? Я вырезал, когда еще пешком под стол бегал. Вот по сей день и режу. Больше ничего не умею. Мастера по резьбе – самые высокооплачиваемые работники в этом цеху. Если у вас золотые руки, то легко можно иметь, вдумайтесь, по 5000 евро в месяц. У нас, дай бог, чтобы за год мебельщики столько зарабатывали. Жаль только, что я так как Сакраменто не умею. Чем больше ты научишься делать, тем больше будет моя заплата. Кстати, как и обещал, расскажу вам сейчас секрет, как меня сюда занесло. Эта девушка – Оля. Она и устроила меня на этот завод. И нет, она не посредник. Я работаю в представительстве мебельных фабрик. Продаю нашу мебель на Украине. Я нашел на фейсбуке группу «Украинцы в Валенсии». Списался с ее участниками. И вот Оля согласилась помочь меня пристроить. Есть вакансии какие-то? А ты что умеешь делать? Я? Ну, я технарь по образованию. Эта бизнесвумен из Киева уже 12 лет живет в Валенсии. Училась на переводчика испанского. Шпрехая так, что и не скажешь, что украинка. Вот поэтому и не пылиться в цеху, как я. Это очень сложно для меня. Я так и понял. Ладно, пойдем дальше. И тут испанец заводит меня в самое пыльное место цеха. Даже камера пылью покрылась. Эта работа, наверное, для тебя. Наждачкой затирать. Это я могу. Я в школе на урок труда ходил. В этом цеху зарплата не 5000, как у Сакраменто, а 1100 евро. Тоже неплохо, как для неумехи. Рабочий график с 8 до 6. В общем, отдали меня в напарники испанки Лоли. Дали наждачку и сказали 3. А можете показать, как надо? Сильно, не сильно? Аккурат, не надо. А то этот буфет 4 штуки стоит. Это вы слышите перевод. А вот я из всего потока испанчины понял только одно. Трешь, сдуваешь, трешь, сдуваешь. И то по жестам. Нельзя сказать, что работа не пыльная, но не сложно. А так тоже можно? А я... А я ртом делаю. Больше всего меня удивило, что все работают без респираторов. Лола, вон тот мужик в очках. Да и я без маски. Свежим воздухом вышел подышать, потому что работа пыльная. Ох и жара. Возвращаясь в цехи, стараюсь не вдыхать глубоко. Даже нос хочется закрыть. Не хочу, чтобы вся эта деревянная пыль оседала в моих легких. Но тут, пока я думал о своих легких, едва не влетел на 4000 евро. Вот здесь вот сарапина была, я ее вытер. Смотри, что ты сделал. Ты слишком сильно затер. Видишь, всю пропитку связал. Аж до белого. Это брак. Теперь придется заново покрывать пропитку. Я понял. Окей. Все, хватит. Переборщил я с наждаком. Меня не оштрафуют. Я все решаю. Лола сразу же принялась заливать какой-то жидкостью мою лажу. А меня почему-то перевели на другую работу. Сакраменто. Я буду твоим персональным уборщиком. А, ну давай. У меня пока руки отдохнут. Сюда немного вы сегодня сделали. Ух ты. А это что, сусальное золото? Золото, да-да. Мы им мебель покрываем. Золото? Ну да, а отходы выбрасываем. Уборщик золота. Почему нет? Оля, ты там уже озолотилась? Озолотилась? Та меня встигли кинути на 50 евро. Ще в Украине. Я даю точный адрес апельсиновой плантации. Про работу ты договоришься сама на месте. Услуга 50 евро. Валенции, куди не пойдешь, повсюду апельсиновые плантации. Повсюду. Вони величезные. Виявляется, Валенция просто потопает в апельсиновых, лимонных и мандариновых плантациях. А я, дурьоха, заплатила за адресу плантации еще и зеленими апельсинами. Шукатиму іншу роботу, але спочатку доведеться розробити план жорсткої економії. Я хочу орендувати у вас велосипед. Почну економію з транспорту, адже трамвай, метро і автобус у Валенції коштою, як у нас в таксі. Мінімальна ціна квитка – 1,5 евро. Якщо їхати в інший кінець міста або за місто, то цілих 3,90. Мені, щоб добратися на поля за містом, потрібно їхати і метром, і автобусом. А це майже 11 евро в два боки в день. А яка ціна на валики? Ось тут є ціна, вона залежить від кількості днів. Ага, один день 10 евро, два дні 15. А за тиждень 45 евро. На велосипеді замість транспорту я за 7 днів зекономлю 30 евро. Ось мій файк за тиждень, я за мене платила 45 евро. А ще в магазині валиків на мене чекав нереальний поворот подій. Я знаю, де є плантації біля Валенції. Тобі треба їхати в Албараю. У мене там друг, він ферма. В принципі, я можу поїхати з тобою, якщо хочеш. У мене немає вибору. Їду з незнайомцем на велосипеді за 10 кілометрів від Валенції. Валбараю. Тіпо велодоріжка може дотратися на фарму, на плантацію, де я буду працювати. Валенція – суперкомфортне місто для байків. Валодоріжки тут повсюди. От би нам такі автомобільні дороги, як тут велосипедні. Починаються поля, бачите, ми всі. Зараз будемо шукати те, що місце, що я зможю цікав. Це роботи гроші. Очам не вірю, велодоріжка просто поміж городами і полями. О, щось якраз збираю фарму. Це кавуни. Кавуни? Але їх не видно. Їх не видно, тому що їх нема. Їх збирають з липня до вересня, а я ж приїхала сюди у червні. Таких баштанів тут багато і платять по 5 євро за годину. Робочий день на кавунах триває 8-14 годин. Тобто за місяць на кавунах в Іспанії можна заробити. Беруть на таку роботу тільки чоловіків. Тому мій знайомий Девід підшукав мені більш жіночу роботу. Сьогодні в мене вже сієста, а завтра вихідний. Приходь через два дні і допоможеш тут на полі. Ура! В мене є робота. Я працюватиму на полі чуфи. Що це за дива рослина така і як мені доведеться з нею намордуватись, я розповім трішки пізніше. Уже завтра смотрите продолжение іспанських зароботків. Я багато? Крутя. Робота? Звісно, звичайно. З демелькою працюю. Ми покажемо міста, де вводяться больші і дуже больші деньги. Приходи в понедельник в мою бригаду. Предлагаю тобі 1100 в місяць. Пальми, море, поля. Де найкращі робочі місця? Я вже майже відбувала всі гроші, які потратила. А де чекати підстави? Хоті в мене надорити. І навіть проблем з законом. Дівчина, дівчина.